Ходить на занятия в форме или нет сейчас каждая школа решает самостоятельно. Никаких официальных предписаний на этот счет нет. Тем не менее, учителя все чаще утверждают – в школьной форме быть. Причем ученики эту точку зрения разделяют не всегда. Школьная форма вообще не нужна, так как самое главное, что в школе – это чтобы ребенок получал знания. Будет он в школьной форме или в джинсах, батнике – от этого не будет зависеть, как он будет учиться. Кстати, сами ученики 15-й школы джинсы, батники и разноцветные рубашки носят только после занятий. Ну а в школу светлый верх, темный низ и никаких излишеств. Белые банты и передники здесь тоже не в диковинку. Их девочки с удовольствием надевают на праздники. Я думаю, что школьная форма нужна. Она дисциплинирует учеников. И мама мне рассказывала, как сама с удовольствием носила школьную форму, как гордилась своей школой и как это было красиво. Школьная форма глазами учеников и специалистов швейников. Модной, красивой, стильной. Такой хотят видеть одежду для школы ребята. Модельеры-конструкторы сюда еще добавляют удобство, прочность, комфорт. Девочки сегодня смелые, стильные, девские. Они набирают брюки. Парни – это всегда элегантные костюмы, пиджаки, брюки. Фирма «Адема» школьную форму шьет уже много лет. Новые модели разрабатывают на фабрике ежегодно. Кроме школьной одежды, запущенной на поток, предприятие выпускает и небольшие партии по индивидуальным заказам. Помимо модных тенденций, особое внимание специалисты уделяют качеству продукции. Высокое качество гарантировано наличием производственного оборудования и специалистами, которые разрабатывают конструкции, которые соответствуют всем необходимым требованиям, применяемым к изготовлению швейных изделий, а также наличием контролеров, которые не позволяют выпускать готовые изделия в реализацию при наличии каких-то там дефектов. Школьная форма все-таки нужна. Это удобно, практично, комфортно ребенку. И опять же, я все-таки преследую социальное равенство. Ребенку комфортнее морально находиться среди таких же по форме, как и он. Пока старшеклассники Рьяна обсуждают все плюсы и минусы школьной формы, будущие первоклассники, вернее их родители, согласны нарядить в нее своих малышей уже 1 сентября. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.